стрептококки. лекция. по таксономии это семейство стрептококкации, относятся два вида. пиогенный стрептококк, стрептококкус пиогенус и стрептококкус пневмонии или пневмококк. в этой лекции я расскажу вам о пиогенном стрептококке. морфология. это грамм положительные кокки, расположены цепочками, неподвижны, спор не образуют, патогенные штаммы имеют капсулу. культивирование. по типу дыхание облигатное и факультативное аэробы. на простом мясопептонном агаре не растут. элективные среды сахарный, сывороточный, кровяной бульон и агар. на кровяном агаре образуют зоны гемолиза. ферментативная активность. вырабатывают сахаролитические ферменты. к ферментам патогенности относят фибринолизин, гиалуронидазу, днказу, рнказу, стрептокеназу. резистентность во внешней среде. устойчивы к действию физических факторов. месяцами могут сохранять жизнеспособность в высохшем гное и мокроте. антигены. в основе изучения антигенного строения лежат данные серологических исследований. м антиген строго специфический, обуславливает вирулентность. c антиген групповой. t антиген типа специфический. p антиген общий для стрептококков и стафилококков. по реакции прецепитации с c антигеном стрептококки подразделяют на 20 серологических групп. группе а относят 49 сероваров. стрептококки группы а выделяют эритрогенный токсин. он важен при скарлатине, вызывает сыпь. стрептококки группы b дают послеродовая инфекция и сепсис. группы c заболевание мочеполовой системы. группы d обитают в норме в кишечнике здоровых людей и вызывают раневую инфекцию. факторы вирулентности. адгезины обеспечивают стрептококком взаимодействие с цитоплазматической мембраной барьерного эпителия. капсула. она защищает стрептококк от фагоцитоза. м-белок и эритрогенный токсин. эпидемиология. по источнику инфекции может быть экзогенное заражение, воздушно-капельным путем, контактным путем, алиментарным или пищевым путем. очень важно эндогенное заражение. оно происходит при ослаблении естественной резистентности организма. стрептококки, как и стафилококки, могут поражать любую ткань и любой орган. но существуют специфические заболевания стрептококковой этиологии. к ним относят ангину, скарлатину, ревматизм, рожистое воспаление и нефрит. по данным всемирной организации здравоохранения, стрептококковые инфекции очень опасны. в эпидемиологическом отношении наиболее опасны дети с поражением носа и ротоглотки, у которых ангина и назофарингит, в том случае, если эти дети посещают детские сады и школы. дети при этом жалуются немного горло болит, а в то же время являются источником инфекции. патогенез складывается из трех синдромов. инфекционный синдром. стрептококки размножаются во входных воротах, вызывают воспаление, могут распространяться кровью и тогда возникает генерализация процесса. токсический синдром. в кровь попадают токсины и развивается токсиномия. аллергический синдром. действуют протеиновые антигены. именно аллергический синдром способствует развитию хронических стрептококковых инфекций, так как возникает сенсибилизация организма. иммунитет не стойкий и непродолжительный. лабораторная диагностика. поскольку стрептококки, как и стафилококки, это гноеродные кокки, то исследуемый материал такой же. первый метод. бактериоскопический, ориентировочный. можно увидеть в мазках, грамм положительные кокки расположены цепочками. второй метод. бактериологический. проводят выделение чистой культуры на мясо-пептонном агаре. по характеру гемолиза на кровяном агаре выделяют альфа-гемолитические, зеленящие стрептококки, зона гемолиза с зеленоватым окрашиванием. бета-гемолитические и гамма-негемолитические стрептококки. для идентификации определяют продукцию гиалуронидазы фибрино-лизина. на жидких средах стрептококки, в отличии от стафилококков, дают придонно-пристеночный рост в виде хлопьев. среда остается прозрачной. это дифференциальный признак. третий метод. биологическая проба на кроликах. ставится внутрикожно. в результате возникает воспалительный очаг и некроз кожи. четвертое. серо-логические реакции. реакция связывания комплимента. реакция прецепитации. профилактика не специфическая. она совпадает с профилактикой при стафилококковых инфекциях. лечение. в отличии от стафилококков, эффективны антибиотики группы пенициллина. можно использовать антибиотики пролонгированного действия после перенесенной ангины и рожи. стрептококковый бактериофаг применяется как фаголизат стрептококков наружно. на конкретных примерах разберем, как проводится лабораторная диагностика стрептококковых инфекций в тех или иных случаях. у больного на ноге возникло рожистое воспаление. а из анамнеза выяснилось, что пациент страдает хроническим танзилитом. как же можно установить связь между рожистым воспалением и носительством стрептококков в зеве? как лечить данного пациента? что можно сказать? если из очага рожистого воспаления выделяется такой же стрептококк, как из зева пациента, то это подтверждает, что это рожистое воспаление возникло на основе заболевания хроническим танзилитом. для лечения надо назначить антибиотики после определения антибиотика чувствительности. еще задача. больной обратился к врачу с жалобами. у пациента болит горло, и эти боли беспокоят его периодически на протяжении нескольких лет. при осмотре врач обнаружил в зеве хронический воспалительный процесс. какие бактерии могли вызвать такой процесс и какие препараты можно назначить для лечения данного пациента? скорее всего это стрептококки, но возможно и стафилококки. для уточнения надо использовать бактериологический метод, посев на кровяной и желточно-солевой агар. если вырастут стрептококки, для лечения назначаем пенициллин или эритромицин. если это стафилококковая этиология, после проверки чувствительности назначаем антибиотики резерва. о пневмококках речь пойдет в следующей лекции. благодарю за внимание.